Вы видите, как сегодня я хорошо устроился. Я обнимаю чемпионку мира по бодибилдингу в парах Настю Ритвиненко. И сейчас мы поговорим о том, что на самом деле еще не все упражнения, которые в принципе являются эффективными, они опубликованы в литературе. Сегодня мы рассмотрим редкое упражнение, одно из приблизительно 60 упражнений, которые я разработал сам лично. Ну и хотелось бы сказать, что это очень ценное упражнение при тренировке женщин, потому что, наверное, из всех упражнений оно является самым эффективным для тренировки ягодичной мышцы. Мускулюс, глютеус, максимус, большой ягодичной мышцы. Еще у нас есть мускулюс, глютеус, медиумус и минимус. Да, то есть малая, большая и средняя ягодичная мышцы работают синхронно в этом упражнении. Если в отведении ноги назад работают только малые ягодичные мышцы, тут работают все три. То есть только одним этим упражнением в принципе можно накачать шикарные выпуклые ягодичные мышцы, если делать его с весом. Еще такой момент. Упражнение делается не совсем обычно, оно в принципе эмулирует, симулирует выпады с крестной и со штангой, но за счет того, что мы делаем это упражнение в тренажере для икроножных мышц стоя, что не совсем обычно. Но действительно очень эффективно, девушка не боится, что она упадет вправо или влево, как со штангой, может полностью сконцентрироваться на своей группе. И на этом месте сейчас Настя и сконцентрируется. Заходим, не спеши, тренер должен помочь занять стартовое положение, чтобы не было нагрузки на позвоночник. Одну ножку ставим по центру, чуть-чуть ставим вторую ножку, и сдвигаем высочек вперед и вбок. Отводим назад эту ногу, выпячиваем назад попу, до конца вверх не встаем. Назад попу, проводим. Делаем 10 раз. Я уверен, что после первого подхода, если я не буду давать колену спортсменке уходить вперед, и она будет хорошо выводить таз назад и низко опускаться, она сразу почувствует сильную накачку ягодичной мышцы. После первого же подхода, ни в одном другом упражнении это невозможно. Разве что в жиме одной ногой и в скрестных выпадах со штангой тяжелой. Меняем ножку, меняем ногу, и то же самое, выходим назад ягодичные мышцы, мы видим, что идет довольно большой наклонник. Поэтому это упражнение можно делать только подготовленным. стараясь выкатить грудь, не столько наклоняться, сколько уходить вниз. Да, сколько сгибать ногу. Меньше наклона, больше сгибания ноги. И еще разочек. Встаем и с помощью тренера заканчиваем. Все, выходи. Вот заметьте, что Настя, так как она не хочет, чтобы у нее была травма в позвоночниках, она сначала поставила вес, а потом только начала вынимать ноги. Потому что многие пытаются переступать ногами под весом, это очень травмоопасно. Ну что, расскажи, какие у тебя впечатления где-то? Очень хорошее впечатление, прорабатывается шикарно мышца. Сразу можно даже почувствовать тут шарик. Я чувствую шарик. Это очень приятное ощущение, если честно. То есть теперь я спокоен за ягодичные мышцы. Такие ощущения, то что с приседанием абсолютно. Только за счет того, что нужно балансировать со штангой. Очень удобно концентрировать. Ну вот скажи, по большому счету, у тебя такая классная накачанная попа. По большому счету, чем мощнее ты ее качаешь, тем больше веса, тем лучше пропорция, да? Конечно. Пока веса негативно не влияли на попу. Только в плюс. Хорошо, значит, давайте снова встретимся через несколько выпусков вместе с Настей. И снова будем качать ягодичные мышцы. Посмотрим разницу. И посмотрим, а я уверен, что они у нее станут еще более, ну вы понимаете, какие. Более привлекательные. До свидания. Да.